Сразу скажу, я постараюсь меньше маркетинга, больше приводить реальных кейсов, как наши заказчики используют. И эта идея мне, честно говоря, очень сильно, как сказать, снизила время, потраченное на презентацию. Я сделал очень много скриншотов с презентацией наших заказчиков и буду их активно использовать. Я про нашу компанию, надеюсь, что вы знаете, просто скажу, в общем-то, что мы работаем с 16 из 120 банков и давно, успешно, очень многие из них присутствуют в зале, очень многие были на дискуссии. Проражаю благодарность за долгое сотрудничество, на самом деле с банком «Уралсик» будет в этом году уже 10 лет, как мы сотрудничаем. Наша компания является дистрибьютором информатики и предоставляет эту компанию, предлагает ее продукты на российском рынке. Про информатику просто коротко тоже скажу, что это лидер рынка по интеграции и обеспечению качества данных на российском рынке 10 лет с нашим участием. В мире тоже много где используется, то есть в Америке это 31 из 135 банков, в Европе, точнее, 31 из 135 по всему миру, в крупнейшем банке в Америке, в Европе и так далее. Банки – это один из самых активных пользователей решений информатики. Я вначале просто дам направление, в котором я буду рассказывать, да, то есть есть вызов времени, про который коллеги из Гартера тоже говорят, что объемы данных растут, растут и продолжают расти, появляется интернет вещей и в будущем данных будет еще больше. На самом деле, я считаю, что проблем взять данные даже из новых и сложных источников, их нет. Всегда есть, как появляется, что данные где-то лежат, появляются технологии, как эти данные забрать. Вопрос в том, что всегда есть соотношение ценностей данных и стоимости их получения. И на самом деле, я вот хочу сегодня поговорить именно о том, как информатика позволяет вам более дешево, более быстро получить данные из различных источников, и как с ними работать, и в том числе также сократить затрату на их обработку, потому что это не только интеграция данных, но и другие вещи, которые… Потому что мы данные, когда мы… Они растут, они растут в различных системах и, соответственно, в различных процессах внутри банка этих данных становится все больше и больше. Первая интеграция данных, я думаю, все знают информатику именно с этой стороны, поэтому я быстро пробегусь по тем преимуществам, которые дают. И, как обещал, буду использовать больше слайдов заказчиков. Вот коллеги из Бирбанка Вадим Комаров рассказывал, что преимущество за использование телемашины, что это про информатику он говорил, здесь вот это на конференции в 2014 году было. Плюс информатики – это порядок, производительность, поддержка правильного стиля разработки, мониторинг и выстраивание зависимости. Вот этот слайд вообще мой любимый, потому что вот эта вот реконструкция существующей пристройки с настройкой и пристройкой, мне кажется, это вот очень классический, как развиваются процессы по интеграции данных. Пришел один подрядчик что-то сделал, потом другой ему лень разбираться, что было сделано, сделал еще что-то сбоку, потом пришел третий тоже сделал что-то сбоку. И в итоге получается куча процессов, которые друг за другом работают. И в итоге это все работает медленно, сложно. В информатику очень просто вносить изменения в любую часть интеграционного процесса. Также по производительности и масштабируемости, это слайд коллег из Вымпелкома, в настоящий момент у них уже более 6,7 миллиардов записей в хранилище загружается, это загружается за 6 часов. И информатика, сейчас у них хранилище 500 терабайт занимает, информатика масштабируется, начинали они, по-моему, с 16 гигабайт. И, соответственно, вот все это время информатика росла, росла, и до сих пор тот необходимый SLA для бизнеса по выгрузке данных поддерживается. Уровень доступности данных тоже слайд коллег из Вымпелкома, что уровень доступности информатики это является 100%. Для нас это действительно важно, потому что даже отчетность, либо просто межсистемная интеграция, она бизнес критичный. Если пропадет интеграция между системами, компания может перестать выдавать кредиты. Либо если бизнес с утра не получит отчет, он не может принять правильное решение. Поэтому промышленное решение и уровень доступности, его отказоустойчивость тоже является очень важным. Выставить тайм-то-маркет проектов. Тут, если посмотреть, то за два года, потому что это в 2007 году было закуплено, за два года было реализовано порядка 15 новых услуг для абонентов, которые включают в себя интеграцию данных. То есть информатика используется не только в хранилище данных, она используется в межсистемной интеграции. Если вы приезжаете в новую страну и вам приходит смс-ка «Добро пожаловать в страну», в этом процессе, в этом сервисе тоже используется информатика для сбора данных. Дальше хотелось бы сказать немножко это решение по компании «Калибро» бельгийской, которая позволит немножко больше вовлечь бизнес в интеграцию данных. Информатика делает большие шаги на это для аналитиков работы, но очень часто есть задачи для того, чтобы бизнес понимал, как данные у него появляются в отчете, потому что это очень часто нету доверия у бизнеса к данным и нету понимания, как они получились. В решении информатики есть методата менеджера, где можно посмотреть весь процесс, как данные идут от источника, идут к приемнику через все процессы, плюс подключить бизнес в глоссарий, где пользователь будет видеть конкретное поле в отчетности, то есть там счет, клиенты, точно так же в источниках. Но более расширенный бизнес в глоссарии – это вот как раз решение «Калибро». Интерфейс можно полностью кастомизировать, можно сделать логотип вашего банка в вашем корпоративном стиле без проблем. Это такая расширенная википедия для бизнес-пользователей, куда он может зайти и вести, например, клиента, и у него определение, что клиентом является такая-то персона, которая обладает, например, такими же продуктами. Это очень сильно упрощает общение между бизнес-подразделениями и очень помогает исправить тот бардак, который в хранилище есть, и ту ситуацию, когда разные бизнес-подразделения приходят, и один и тот же показатель они считают по-разному, потому что они под этим показателем понимают разное. И здесь, на самом деле, помимо просто определения, есть фреймворк, как эти данные заходятся, кем они выводятся, и очень важно, здесь есть по каждому определению, мы можем посмотреть, в каких отчетах он используется. И, например, бизнес-пользователь перед тем, как говорить, а мне нужен вот такой отчет, он может зайти сюда, посмотреть, ага, вот эти данные уже есть в этих отчетах, и он мне не нужен, либо он есть вот в этой витрине, и мне тоже не нужно, я их могу использовать. И плюс отсюда же, на самом деле, можно перейти для технических специалистов в информатику, то есть им надо, например, изменить алгоритм расчета рисков. Они зашли, набрали, посмотрели, в каких процессах используются, перешли в конкретные процессы информатики, и там уже сделали все изменения необходимые. Ну, и очень важно, что очень часто этого нет, есть ответственные за данные. Есть, можно указать, что вот за эти данные отвечает вот этот человек. И поэтому, если у кого-то возникают вопросы, почему они такие, почему пришло некорректные записи, есть понимание, к кому обратиться. Ну, естественно, есть поиск, есть также контекстные подсказки и так далее. Дальше хотел бы немножко рассказать про работу с большими данными. Вот коллеги из Гаркена рассказали, что есть, в основном, используют стартапы. Я считаю, что далеко не стартапы. Я сейчас приведу несколько примеров. Но для начала я хотел бы сказать, что я понимаю про Big Data. Потому что это был бы такой маркетинг, кто-то вышел о Big Data, и все поддержали. И я, когда начинал с этим всем работать, смотрел Big Data, Тиродата была, MBP были, информатика работала. В МГК хранилище 500 терабайт, и были там 25 бетабайт. Вроде все было. И для себя я под Big Data понимаю именно технологии, которые позволяют дешево обрабатывать, либо дешево хранить большие объемы данных. И в первую очередь я подразумеваю под этим ходу. И сейчас немножко расскажу по этой технологии в рамках хранилищ данных. Здесь традиционная архитектура. Есть какой-то слой, который в пакетном режиме выгружает данные. Есть также режим реального времени, Change Data Capture. И есть слой виртуализации данных, который как раз в мире набирает популярность, но в России пока виртуализация данных очень мало используется. С точки зрения следующего этапа, как обычно используются кластеры Hadoop в рамках хранилищ данных. И в России это тоже уже используется. Я про это немножко расскажу. Создается рядом с хранилищем, создается кластер, который с одной стороны используется для предрасчета больших объемов данных. То есть мы туда можем загрузить большие объемы данных, посчитать агрегаты какие-то, и потом уже загрузить в хранилище. С другой стороны он используется для того, чтобы после расчета в хранилище, после того, как пользователи в данном стали не нужны, их можно обратно выгрузить на кластер Hadoop, и, соответственно, они там дешево хранятся. На самом деле очень часто используют такую систему связки с MPP. И как раз здесь в рамках хранилища стоит, например, та же Tirodat или Grimplaw, и пользователи, получается, они витрины или те показатели, которые нужно быстро считать, они хранят в MPP и быстро получают результат и не тратят много денег. Потому что, если взять объем Hadoop в 500 терабайт, и, например, объем Tirodat в 500 терабайт, стоимость владения будет не сопоставима. А все другие данные, они хранят в Hadoop. Ну и вроде все выглядит здорово, можно добавлять новые источники данных, можно дешевле считать, но в реальности сталкиваются с несколькими проблемами по Big Data. Первое – это то, что нет квалифицированных ресурсов на рынке, ну и, наверное, даже нет компетенции на рынке. И долгое время это были какие-то энтузиасты, которые пытались что-то сделать, что-то попробовать, бизнесу что-то показать. Но сейчас более-менее знания по технологиям Hadoop, они растут, но технологии довольно сложные, сам язык сложный, поэтому специалистов квалифицированных не так много. Также стоп-фактором для кого-то, для стартапов это было наоборот, наверное, как фактор роста и фактор интереса. А для крупных банков стоп-факторов, что это было чисто open-source решение. Соответственно, без вендорской поддержки многие на это не смотрели и не были готовы это использовать в бизнес-критичных приложениях. Сейчас это тоже немножко изменилось, потому что есть производители Hadoop, тот же Cloud Air, MAPER, Hortonworks, которые прекрасно поддерживают, и решение уже более-менее стабильное и развивается хорошо. И плюс появились инструменты по интеграции, по работе с Hadoop, та же информатика, про которую я сейчас расскажу, как она работает. Сложная разработка процессов. Если кто-нибудь видел CodeHive, если кто не видел, слайд у меня будет, я покажу, то это действительно hard code, это сложное для восприятия и для понимания бизнеса, если бизнес просит и попытается посмотреть, как его алгоритм реализован, ну, 100% ничего не поймет. Ну, и сложная поддержка решений, которые в том числе с этим связаны, потому что и сколько вот тяжело поддерживать, который делается, а код написан на Hadoop еще разными специалистами, действительно очень-очень сложно, потому что, сбегая вперед немножко, скажу, что даже Facebook, который эту технологию один из первых использует, они себе приобрели информатику, потому что они поняли в какой-то момент, что они теряют понимание, где у них что сделано и как это потом менять. Так, я схотел, вот, что наши заказчики говорят, у нас есть два заказчика, которые используют информатику Big Data Edition, одна из них это как раз компания Тинькофф, про которую сегодня, банк Тинькофф и страховая Тинькофф, про которую сегодня говорили. И здесь как раз пример процесса, который разработан на информатике, он не только позволяет читать и писать в Hadoop, но он позволяет сделать любую логику и отдать ее выполнение на Hadoop. То есть в результате вот этого процесса, который, в принципе, всем понятно, что у него происходит, генерируется хайв-код, который уже имплементируется на Hadoop. То есть таким образом информатика позволяет пользователям и специалистам, которые знают информатику, PowerCenter, на рынке только мы их обучили, тысячи человек, наших партнеров еще намного больше, она и позволяет реализовывать любые задачи. И то есть банки намного проще могут использовать это и работать с кластерами Hadoop. Без знаний даже в MapR, без знаний Java и так далее. Еще хочу отметить, что не только генерируется код, но и все ноу-хау информатики по быстрой обработке данных, они тоже распределяются в виде библиотек на кластер. Еще один пример нашего заказчика по BigDate это компания Webill.com. Как раз очень похожа на ту архитектуру, которую я рисовал. То есть они используют, с одной стороны, кластер Hadoop сейчас для дополнительной отчетности в хранилище, которое на уровне построено 500 терабайт, оно никуда не делось. И плюс есть интерес по интеграции данных в реальном времени. В настоящий момент у них 70 узлов в кластере Hadoop находится, но они планируют увеличивать, по-моему, до 200. И результаты получены хорошие. Сейчас как раз, как и обещаю, буду рассказывать конкретные кейсы. Вот пример цели использования геолокационных данных для быстрого предложения абоненту. Хоть это телеком, но на самом деле в банках это тоже может быть применимо. Задача очень простая. Человек, когда улетает в отпуск, он прилетает, например, в Таиланд, покупает местную симку, а симку в Мпелкомск он просто выключает. И обычный цикл данных какой? Мы оборудование генерируем CDR, CDR попадают в биллинг, из биллинга в хранилище, и спустя, например, день мы узнаем, что человек находится в роуминге. И мы ему отправляем какое-то предложение, суперпредложение по роумингу, а у него телефон уже просто выключен, и он его не получает. Вот с помощью технологии Hadoop эти данные с оборудования обрабатываются намного быстрее, и мы уже, когда человек находится в аэропорту, мы ему присылаем смс, что есть у него спецпредложение для роуминга. То же самое можно, например, делать в банках, например, когда человек в каком-то банкомате снимает деньги, мы можем ему быстро же присылать какое-то предложение по, не знаю, по партнеру, который рядом находится, или еще что-то. Не когда он уже ушел и находится в другом месте, а именно в момент, когда он находится около банкомата. Примеры кейса по BigDash, потому что тоже заказчики говорят, что все жалуются, что все предлагают технологии, но никто не говорит, какой бизнес-эффект. Ну вот примеры из Wambel.com есть по удержанию клиента, по контакт-центру, по онлайновой продаже, по розничной сети и так далее. На самом деле все презентации у нас на сайте выложены, и вы можете скачать их, посмотреть, как наши заказчики используют. И тогда расскажу еще коротко. Есть BigData, который использует MDM, который позволяет делать слияние данных на Hadoop и так далее. И затрону просто для банков сейчас актуальную тему по качеству данных. Раньше это больше мы тоже в западных компаниях, и получается, что на самом деле ЦБ все больше и больше выпускает директив по качеству данных, где есть конкретные требования, например, при расчете кредитного риска при доле записи с пропущенным, доле записи с аномальными данными выходящими, есть конкретные показатели качества данных. И информатика позволяет вам делать сначала профилирование данных и быть уверенными в том, что вы правильно рассчитали показатели риска данных, что ваши данные консистентны, корректны, но делать можно дашборды для бизнеса. Также можно делать процессы по очистке данных, устраивать их куда угодно, хоть во фронт-офисную систему, хоть в какие-то процессы по загрузке в хранилище. И вот как раз примеры в МТП-банке. Мы завершили проект, он совсем свежий в 2015 году. И, соответственно, там и онлайн-подсказки реализовались для того, чтобы данные в отделе корректно. И сделано сравнение не с МДМ-системой, которую сейчас дорого и долго внедряют, а просто сравнение клиентов с хранилищем информации и идентификацией его. И на хранилище реализовали все те же процессы по перекрестным, ссылкам по историчности и так далее. Тогда, в принципе, ну, пример еще Альфа-банка, где получили преимущество. И последнее, я тогда, раз время мало осталось, чуть позже начал. Я расскажу про тестовые данные, потому что эта тема сейчас набирает оборот, и из-за того, что объемы данных растут, их сложнее и сложнее оборачивать. И я тогда просто расскажу, что информатика предлагает, и расскажу конкретно. У нас просто появилось, наконец-то, два заказчика, которые используют наше решение по маскированию, по созданию тестовых данных. В прошлом году это Unicredit Bank, который провел сначала за два месяца проект по исследованию системы для поиска данных, которые необходимо маскировать, которые необходимы в тестовых средах. И вот буквально две недели назад мы выиграли тендер в Сбербанке на централизованную систему по созданию тестовых данных и по созданию тестовых сред. И информатика, с одной стороны, она позволяет вам обезличивать данные, чтобы они были похожи на продуктивные данные. С другой стороны, она позволяет создавать вам тестовые среды меньшего объема и таким образом сокращать свои затраты на инновации, на содержание тестовых сред и так далее.